Но сегодня мы с вами опять вернемся к Слову, которое нас учит, назидает, наставляет. Мне хочется разобрать Слово Иоанна 17.17. Это Его, Иисуса, последняя молитва. Там есть такая строчка, освети их истинною Твоею, Слово Твое есть истина. И мне хочется поговорить вот именно о Его Свете, о Его Слове, который является истиной. Вот когда Свет Божий дает, вот как сегодня, сейчас, коснулся меня. Когда Он сходит на человека. И производит в нас действие. Может ли оно вот сойти, как просто вот какая-то субстанция света, просто свет зажегся. И нас изменить. Нет. Свет Бога всегда сходит со Словом. Потому что свет Божий — это Его Слово. Его Слово является Светом Божьим. Мы даже можем видеть из Священного Писания, что никогда не появлялся свет без Слова. Это нам духовное прозрение приносит Свет Божий, то есть Слово Бога. Вот посмотрите, Павел, он шел в Дамаск. Шел совершенно с другой миссией. В ожесточении. И говорится, вдруг, внезапно, сошел свет. Вот если бы просто внезапно сошел свет и осветил его. Он бы перестал идти в Дамаск. Как шел так бы и шел бы? И сказал бы, я правильно иду, вот свет со мной. Но когда сошел свет, он услышал голос. Голос, говорящий ему, Савл, Савл, что ты гонишь меня? То есть свет и Слово Бога, они неразлучимы. Это и есть свет. Понимаете? Деяние 26, 23 говорится. Христос имел пострадать и, восстав первый из мертвых, возвестить свет народу иудейскому и язычникам. Возвестить свет. Ну, возвестить Слово, я понимаю. А как это, возвестить свет? Вы посмотрите, свет и Слово, это едино. Потому что прозрение мы получаем, когда свет нас освещает. Утро пришло, мы глазки открываем. Может, что-то свет в глаза. И мы проснулись. Еще хочу прочитать вам. Когда видим мы ангела или кого-то, он обязательно приходит с посланием. Но это всегда светло, это всегда свет. When we see angel, when he comes with the word, we always see his word. Матфея 17, 5. Matthew 17, 5. Когда он еще говорил все, облако светлое осенило их. Когда говорил, облако светлое осенил их. While he was still speaking, behold, a bright cloud overshadowed them. И все глаз из облака, глаголище, через свет голос. And suddenly voice came out of the clouds, so the voice came through the lights. Сей есть Сын мой, возлюбленный, в Котором мое благоволение. Его слушайте. Saying, this is my beloved Son, in whom I am well pleased. Hear him. Итак, духовное прозрение всегда происходит у нас через свет Слова Божьего. So our spiritual eyes open always for the light of God's word. Неважно, читаем мы Писание. Но мы должны услышать, и это свет. Свет в нашем разуме, в нашей совести, в нашем рассудке. Это может быть отсюда. Это может быть Дух сказал вам в сердце. Это может быть Пророк сказал пророчество, но это всегда свет. Поэтому называется Откровение Божье озарением. Озарение пришло. А что такое озарение? Заря. Солнышко взошло. Свет пришел. Куда? В разум, в сердце, в дух человека. И человек узнал, увидел, открылось. Если этого не происходит, человек так и остается во тьме. В своих мыслях, в своем разуме, в рассудке, во тьме. Но свет, он имеет такую особенность, Божий свет. Он проникает во внутренности, в мысли человека. И больше вам скажу, то, что я пережила месяцы назад, он проникает в глубины, могу сказать, вот как-то туда и в прошлое. Это не описать, это духовное действие. Он просвещает то, что ты никогда не видел. Но ты себя в своем прошлом, что было сокрыто даже от тебя, от человека, от души, от сердца, он туда проникает. И когда туда проникает, тебе становится настолько видно, настолько ясно, настолько понятно. Свет Бога, он что делает? Обличает, наставляет, вразумляет, направляет, открывает, просвещает. Ну как это без слова? Возможно? Нет. Значит, Его свет — это Слово. Поэтому Иисус был послан как Свет и как Слово. Одновременно. Он Свет и Слово. Вот давайте прочитаем это место. Иоанн 1, 9, 14. Был Свет истинный. Этот Свет неистинный. Солнышко — неистинный Свет. Но есть Свет истинный. А что названо истинным Светом? Который просвещает. Это истинный Свет, который просвещает всякого человека, приходящего в мир. В мире был, и мир через Него начал быть. Вот именно через этот Свет. А как мы знаем? Через Слово. Бог сказал, и все стало. Но это и есть Свет. В мире был, и мир через Него начал быть, и мир Его не познал. И мир Его не познал. Вот этот Свет, это Слово, пришел к Своим, и Свои Его не приняли. А тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божьими. Которые не от крови, не от хотения плоти, не от хотения мужа, но от Бога родились. И можно сказать, вот этот Свет, это Слово стало плотью. И обитало с нами. Полная благодать и истины. И мы видели Славу Его Слава, как единородного от Отца. Итак, что мы здесь увидели? Что те, которые принимают этот Свет, рождаются от Бога. Сейчас мы это прочитали. Родились от Бога. От чего мы родились? От Слова мы скажем. Это правда. Еще от чего мы родились? От Света. Мы рождаемся от Света. То есть Свет Божий, это наш Отец. Вот потому мы становимся кем? Сынами Света. Мы становимся Сынами Света. Светом этому миру вы не можете стать, если вы не родились от Света. Вы не можете стать Светом, если вы не возродились от Света. Поэтому Иаков называет Бога Отец Светов. Вы замечали это слово выражения? Что Бог, наш Бог, Отец Светов. А чей Он Отец? Светов. Оригинально, да? Давайте прочитаем. Иаков 1, 17-18. Всякое даяние доброе и всякий дар совершенный не сходит свыше от Отца Светов. У которого нет изменения и не тени перемены. Восхотев, родил Он нас Словом Истины. Отец Светов. Он родил нас Словом Истины, чтобы нам быть некоторым начатком Его создания. Итак, Бог является Отцом Светов. Он не может быть Отцом Тьмы. Те, которые живут во тьме, Отец ли Он Ему? Если сказано, Отец Светов, в Нем нет даже тени, поэтому и нас Он никаким образом не может оттенить. Он только Свет. И внутри нас, если есть Его Слово, Его Свет, мы светимся. И Его Светом. От Света надо родиться. От Света должен родиться наш разум, наше сознание, наше мышление. Если не переродилось наше мышление, как мы мыслим по-земному? Мы мыслим тьмой. Понимаете? А Свет, он озаряет. Поэтому так отличается тот, кто мыслит во свете, и кто мыслит во тьме. Поэтому в Евангелии говорится, если твой свет тьма, посмотри, не тьма ли. Потому что ты мыслишь как во тьме, и мыслишь тьмою, какой же у тебя свет? Не тьма ли? Итак, надо принять Слово Бога. Вот этот свет, который сошел с неба для того, чтобы он тебя поменял. Кто родился от Бога, фактически родился от света. Он дитя света. Дитя света должен светить. Так что Божий свет, он имеет свойство рождать. Возрождать. Понимаете? И это есть жизнь во свете. Если кто-то родился от Духа Божьего, родился во свет. И я хочу это вам напомнить, чтобы вы поняли, что вы должны быть дети света. И светить для этого мира. Даже если это слово вслух не говорится, оно внутри нас говорит много. Вспомните случай с фарисеями, когда они привели блудницу. Много ли Иисус сказал? Ничего толком. Но они как были обличаемы внутри, обличаемы совестью. Почему? Потому что они пришли к свету. Они подошли к свету. А свет обличает. Тот, который подходит к свету, получает обличение, очищение, освещение. Возрождение, если это первый раз человек пришел вновь. Но свет имеет такое действие. Это невозможно подойти к свету и остаться темными. Невозможно подойти к свету и остаться грязными. И не увидеть, я имею в виду, свое состояние. Поэтому к Иисусу не все шли. Поэтому к Нему не все подходили. Потому что не хотели быть обличаемы. Не хотели, чтобы то, что у них внутри есть, проявилось. Вот почему Иисус сказал такое место Иоанна 3, 19, 21. Суд же состоит в том, что свет пришел в мир. Когда свет приходит в мир, приходит суд. Если свет мы призываем в церковь, приходит что? Суд. Суд свет другой не бывает. Он обличает, отделяет тьму от света. Свет пришел в мир. Но люди более возлюбили тьму, нежели свет. Почему? Потому что дела их были злые. Ибо всякий, делающий злой, ненавидит свет. и не идет к свету, чтобы не обличились дела его. Потому что они злые. А поступающий по правде идет к свету, дабы явны были дела его. Потому что они в Боге соделаны. Помните, у нас было пророческое слово? Что выйдите во свет. Бог призывает во свет, но кто-то в тени и не хочет. Потому что видит вот этого стоит во свете и все судят. Он обличаемый. Думает, я лучше в тени поставил. Меня не видно, но ты такой же и уйдешь. Мои хорошие, свет всегда производит суд. потому что делает явными делами. И те, которые хотят ходить во свете, должны знать, что они будут освящаться. Светом Божьим будут освящаться. Не просто освящаться, но и освящаться. Итак, Слово Божье — это освящение наше. А если мы его принимаем, и Бог святой, поэтому Он своим светом нас всех освящает. Свет истины приводит в состояние освящения. И невозможно осветиться, если мы хотим быть в стороне от Слова Божьего, в стороне от истины. Бог даже послал Духа истины. Он послал свет, чтобы каждый осветился внутри. Каждый, кто примет Духа Святого через познание истины. Вы знаете, Давид искал этого. Он видел в этом необходимость. Даже в Псалме 42.3 говорится «Пошли свет твой». Как хочется, чтобы вы жаждали этого. Пошли свет твой истину твою. Доведут они меня и приведут на святую гору твою и в обители твои. Если ты не живешь в освете, а свет это обличение, ты никогда не преднимешься на гору. Ты не сможешь стоять на горе Господней. Кто стоит там? Кто стоит там? Только тот, который идет во свет. Свет истины. И он просвещает, открывает, познание истины нам дает, познание самого себя в этой истине. И так был свет истины, говорится, который просвещает всякого человека, приходящего в мир. можно ли ходить во свете, жить во свете, если Слово Божье не признается? Если Слово Божье не принимается, может ли человек жить во свете, если нет в разуме у него Слово Божье? Невозможно. Это свет, он должен жить в разуме, в сердце, в духе, везде. Итак, с одной стороны, свет Божий в первую очередь освещает самого человека, а с другой стороны, он освещает рядом живущих, он освещает тех, которые с тобой соприкасаются. Словом Божьим, очищением, обличением, свет не может не обличать. Кто-то эти обличения признает, кто-то от них уходит. Даже с тобой общаться не хочет, потому что ты для него как обличение. Слишком тяжел. Итак, мои дорогие, к свету надо идти. Только в этом случае, если вы идете к свету, если вы родились от света Божьего, если вы все время жаждете иметь внутри себя Господа, внутри себя Его Слова, вы становитесь светом этому миру. Не с погашьей буквой. Еще раз повторю, буква никогда не являлась светом. Это Слово. Если бы буква являлась светом, Иисус бы не пришел как Слово. Но почему-то Он пришел как Свет и Слово. Хотя до этого уже Закон был дан. Буква уже существовала, но она не была светом. А свет пришел в Иисусе Христе. В этом Духе Слова. Поэтому если мы не будем познавать Дух Слова, мы его не знаем. А буква нас не просвещает. Ничего для нас не делает, кроме как сделает нас фарисеи. любую науку называют просвещением. Ученых называют просвещенными. А неученых часто говорят темные люди, правда? В духовном то же самое, темные люди. Не знают Писания, темные люди, потому что не в Духе Божьем. То есть неосведомленность, неученость, необразованность, даже духовная необразованность. Это темнота. Поэтому и сказано в Писании, что гибнет народ от недостатка ведения. От того, что во тьме. Однако мирские знания образования не являются истинным светом. В них много неточностей. Вы знаете, даже когда пытаются выяснить, как Бог сотворил мир, они создают только гипотезы, предположения. Кто может познать так, то Слово Бога и Свет, которым все создавалось? Никто. Но это земной свет. Он истинный. Человек просто иногда бывает горд от того, что я все знал. Надмевает его знаниям. Написано, а любовь назидает. Кто думает, что он знает что-нибудь, тот ничего еще не знает так, как должно знать. Вот один ключик есть к познанию. Кто любит Бога, тому дано знание от Него, кто любит Бога. У того есть правда знания. Того света, который является истинным. И этот свет перерождает человека. Даже если ты мыслил иначе, перерождает. Ты становишься новым творением. вы знаете, однажды, когда Иисус стоял перед Пилатом, и Пилат задал ему вопрос, то Иисус сказал очень интересные слова. Давайте прочитаем. Иоанна 18, 37, 38. Пилат сказал ему, итак, ты царь? Иисус отвечал, ты говоришь, что я царь? И продолжил, я на то родился и на то пришел в мир, чтобы свидетельствовать о истине. Послушайте, всякий, кто от истины слушает глаза моим. Пилат сказал ему, что есть истина? И сказав это, опять вышел к иудеям и сказал им, я никакой вины не нахожу в нем. Послушал Пилат его, конечно же, ничего не понял, понял только одно, философствуешь ты, Иисус, это один из философов, потому что он говорит о истине, а кто может сказать, что такое истина? Ни один человек не может сказать что такое истина? Философия. Он просто философ, за что убивать? Когда они всегда почитали философов. Конечно, это философия. Конечно, наш Иисус великий философ. Что человек не понимает, он говорит, философствует. Даже когда ты начинаешь говорить тайны Божьей, некоторые говорят, философствует. мудрит. Нечего. Вот говори просто, распяли воскрес. Простил грехи. Милость, благодать. Все. Остальное все философия. А вы знаете, что такое философия? Вы слышали, что означает это слово? Это с греческого перевода означает любовь к мудрости. Вот что такое философия? Да, я буду философом. Кто хочет? Я думаю, все хотим, правда? Многие, по крайней мере. Кто любит мудрость, будет философствовать. То есть, это не в том смысле, как человечество изменило. Это слово. Оно его превратило в то, что человек говорит ни о чем и о многом. Это философия. Но это не то, что является философией, что имелось в виду в этом слове. Кто не любит мудрость? Иисус сказал, даже просите мудрости. Кто считает, что у него не хватает? Я считаю, не хватает. Я сегодня с утра только и прошу, дай мне мудрости, Господи, прожить этот день в Твоей мудрости. А книга Экклесиаста. Разве это не философия? Философия. Почему? Потому что он искал мудрость. Он искал мудрость, и кто ищет мудрость, тот будет философствовать. И Пилат не ошибся. Пилат не ошибся. Не ошибся. Его почитали так. Иисуса почитали так, потому что в нем было столько мудрости, столько размышлений. Иисус прислал нам Духа Святого. Это Дух Мудрости. Он нас учит шевелить мозгами. Вы знаете, как люди запрограммированы, особенно христиане многие, боятся думать, боятся мыслить, боятся повернуть мозг свой направо или налево. Мои дорогие, я очень люблю моих баптистов. Я родилась там, я очень люблю моего пастора драгоценного, моего церковь, несмотря на то, что я оттуда ушла. Я всегда благословляю и благодарю их. Но они боялись немножко принять новое. Боялись принять Духа Святого. И даже мне говорили, Тая это опасно. Опасно. Но я говорил, что волков боятся в лес не ходить. Я хочу знать моего Господа. Я люблю философию в таком случае, потому что я люблю мудрость. Мои дорогие, потому что Дух Божий это Дух мудрости. На ком есть Дух Божий есть Дух мудрости. А сам Бог это премудрость. Мудрость мудрости. Отец мудрости. Мать мудрости. И мудростью все создавалось. Читайте. Соломок мудростью все создавалось. А мы боимся изучать. Отпрыкиваемся от нее. философия. Ой, философия. Итак, Иисус явил нам Отца. Он был Словом Бога и Светом. и явил нам Отцов Отца Светов. И Он всегда говорит через свет. Через прозрение. Поэтому каждое откровение это озарение. Откровение. Озарение. Это Свет Божий сходит. Невидимыми глазами. А внутренним Духом. А без этого мы толком ничего не знаем. Мы и так толком чуть-чуть знаем. Ну хоть от этого не отрекайтесь. Как сказал Павел 1 Коринфян 13 12 Теперь мы видим как бы сквозь тусклое стекло гадательно. Тогда же лицом к лицу увидим, да? Теперь знаю я отчасти. А тогда познаю подобно как я познан. мы многое познаем только верой. Вера проникает в небеса. А если у тебя нет веры? Ну веришь, что Иисус Сын Божий, а дальше нет. Философия. Проникнешь ли ты в небеса? Познаешь ли ты, как устроены веки? Что ты познаешь? Вера познает. Верой тоже надо дать ход. Верой мы проникаем в глубины Божьей. Верой мы общаемся с Господом. Чем вы общаетесь с Господом? Не верой ли? Верой. Даже без веры угодить Богу невозможно. Итак, вера нам необходима, чтобы проникать. А все, что мы видим и слышим, только отчасти, кусочек. И то эта информация нас поражает. И истину человек познает тоже только отчасти. А вся полноценная истина будет познана, когда мы придем туда, в небеса. Поэтому каждый свою точку зрения доказывает и считает ее за истину. Не надо этого делать. Дайте Богу ставить точки. Конечно, есть общепринятое. Дражды два-четыре это истина. Хотя математики могут посмотреть, они умеют. Но есть истина, что есть Бог. Есть истина, что есть Сын Божий. Есть истина, что Он распят и просил грехи. Это все истина. И что мы спасены Им. Есть истина, которую мы знаем. Но вы знаете, даже во всем этом есть такая глубина, которую мы не познали. И которую каждый раз по чуть-чуть приоткрываем и восторгаемся. И вы знаете, чем Бог создал этот мир? Словом, которое есть истина. И свет, свет, истина. Потому что Он сказал, словом создал. Слово мое есть истина. Слово мое есть свет. Так кто может познать, как Бог мир создал? Ни один ученый, ни один. Потому что ни один не знает до конца истину. Но мы с вами знаем частично то, что Бог нам открывает, и это истина. Она в Боге. Наш Бог есть истина. И насколько кто познает Бога, настолько познает истина. Насколько вас много света, настолько вас истина. Насколько вас Слово Божьего во свете, столько вы знаете истину. Она нам открывается через свет Слова Божьего. Я хочу прочитать возлюбленные слова мои. Римлянам 11, 33, 36. О бездна богатства и премудрости и ведения Божьего. Бездна богатства премудрости. Можем ли мы ее познать здесь на земле? На части. Бездна богатства премудрости и ведения Божьего. как непостижимы судьбы Его. Это воистину мы не можем постичь всех судеб. Иногда мы возмущаемся почему случилось так или так. Мы не можем постичь судьбы и не следим мы пути Его. Ибо кто познал ум Господен или кто был советником Ему или кто дал Ему наперед чтобы Он должен был бы воздать. Как мы умеем говорить Ты должен Господи ничего Он не должен. Ибо все из Него как я вам прошлый раз говорила им и к Нему возвратиться. Ему слава и вовеки Аминь. Так что утверждать свои доктрины безумие. Безумие. Лучше доказывать только то что Бог есть. Хотя этого доказывать не надо потому что все говорит о том что Он есть. Все просто примите свет. Не бойтесь идти к свету. Обличайтесь Словом Его. Освещайтесь и будьте светом этому А кто еще если вдруг не родился от света я очень советую поспешить возродиться от света чтобы быть детьми света чтобы сказать Отец мой Отец свет и я один из них свет этого мира в мире Субтитры подогнал «Симон»